Приветствую вас и в вашей ситуации очень правильно будет не воспринимать то, что вам говорит ваш папа на свой счет. Как вам не воспринимать, так и в принципе вашей маме точно воспринимать не стоит. Почему? Ответ на этот вопрос довольно прост, дело в том, что у вашего отца есть явные проблемы, у вашего отца есть явные трудности. Ваш отец явно не умеет говорить о своих чувствах, ваш отец явно выступает в роли садиста и у него соответственно нет возможности вообще как-либо разговаривать о том, что его волнует. И соответственно это довольно несчастный человек, у которого есть проблемы. И вот эти вот самые свои проблемы человек и реализует на вас. Почему? Почему реализует на вас? А потому что слабый, он не вставляется. Понимаете, он не вставляется, он не может справиться с проблемой со своей. И за это он кричит на вас, и за это он кричит на вашу мать, и так далее. Понимаете? Ваша же ошибка в том, что вы это принимаете на свой счет. А делать вот этого как раз не надо. То есть принимать на свой счет как раз не нужно. Потому что не в вас дело, не в вашем ребенке дело, не в вашей работе дело. А вообще дело. Понимаете? Ну обычно таких людей называют теми, кто не знает слова «хочу». У него все время слово «должен». Он должен, 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 должен. Потом однажды его, как бы это сказать, переклинивает. Да, и он не в силах как-то себя контролировать. Начинает уже идти на поводу своих эмоций, своих желаний, своих чувств. А почему? Потому что он свои чувства реализовывать по-другому просто не умеет. Ну вот нет у него ресурса для этого. Дабы убедить вас в том, что проблема все-таки именно в нем, а не в вас. А я предлагаю более подробно рассмотреть, значит, то, почему ваш папа стал так вам относиться, чем это связано. Почему он вот так реагирует на, ну, на вашу маму, например, на вас и так далее, да? Вот, но для этого нужны причины. Для этого нужны причины. Причины именно того, почему он стал так себя вести. Почему он, эм, что же это? Кто вы пишите? Почему он выгонял вас? Почему он начал вас выгонять три месяца? А что было три месяца назад? Что случилось три месяца назад, что он стал так себя вести по отношению к вам? Это же не просто так, да? Не просто так произошло. Правильно. Вот. Значит, это вот такой момент. Далее. Вы говорите, я не знаю, как быть в такой ситуации. А в какой ситуации? В ситуации, когда ваша, например, в ситуации, когда ваша мама, допустим, вернулась к нему, а вы нет? Или в ситуации, когда вы не уверены в том, что можно отсюда верять или нет? Знаете, абсолютно в любом случае, при любом раскладе можно и нужно говорить о том, что выбор мамы – это ее выбор, а ваш выбор – это ваш выбор. И ваша мама совершенно права в своем выборе, ну, просто потому что это именно ее выбор, а не вас. А вы правы, собственно, в своем выборе. Потому что это ваш выбор. И вам нужно оставить свою маму с ее выбором, позволить ей жить так, как хочет она, тем более, что она сказала, что вернется, если что, в случае чего. А вам нужно устраивать свою жизнь, устраивать отношения с мужчинами, разбирать, почему у вас не получилось построить отношения с отцом и ребенком. Я полагаю, что проблема здесь именно в отношениях с родителями, то есть в отношениях с отцом, который ведет себя довольно агрессивно и, соответственно, в поведении вашей мамы. Которая проявляет себя, ну, довольно пассивно, да, то есть не защищает себя. Ну, недостаточно сильно себя защищает, да, то есть, в соответствии, там, на вас включал, например, да, она красивая. Хотя, по-корочему, ей нужно было, как бы, ну, за вас хотя бы переживать и за вас обязаться на него. Вот она этого не сделала и, соответственно, говорит о ее мягкости характер, скорее всего. И, соответственно, вопрос заключается в том, что вот мягкость характера, она присуща вам или нет. Она вам, скорее всего, либо присуща, и тогда вам действительно тяжело с мужчинами отношения выстраивать. Либо вам, наоборот, присуща, присуща, присуща недоверие к мужчинам. Вот. Но в этой ситуации, опять же, нужно прорабатывать именно детско-родительские отношения, потому что это ключевой момент. Это ключевой момент. Именно, именно момент с родителем, именно момент с отцом, мешает вам выстраивать отношения с мужчинами. Именно поэтому вы сейчас одна и с ребенком. Ну, вы же понимаете, да, что, как бы, у этого есть причины, да, у того, что вы одна с ребенком. Соответственно, эти причины, и их нужно анализировать. Вы же хотите, чтобы у вас, ну, было все нормально. Вы же хотите, чтобы у вас, чтобы у ребенка был отец, чтобы, ну, чтобы у вас был мужчина, чтобы не отец. Управлял ваш, управлял вашей жизнью и как-то нервировал, терроризировал вас, да. А чтобы именно мужчина у вас был. Но для этого нужно постараться. Для этого нужно постараться. Для этого нужно поработать. И, собственно, если вы поработаете с этим, то я полагаю, будет у вас необходимый ресурс для того, чтобы грамотно выстраивать отношения с мужчинами. Ну, тут много есть вариантов. Тут и проработка женского, женской модели поведения здесь и, в общем-то, работа с мужским образом, да, с первичным, с первичным мужским образом. Вот, здесь, в принципе, и, ну, и важно то, как вы вообще общаетесь, где вы знакомитесь, там, и так далее. Вот. Так все это очень важно. И вот вопрос в том, как вы все это вместе скомпонуете для того, чтобы, ну, адекватно представлять ценность для своего партнера, для своего партнера. Адекватно представлять ценность для своего партнера. Вот. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится наилучшим образом. Желаю вам всего самого доброго и удачи.